На протяжении многих лет компания Россити ФСК ЕС в рамках взаимодействия с профильными учебными заведениями практикует создание студенческих стройотрядов, которые стали настоящей кузницей кадров. Работая на энергообъектах, студенты получают отличную возможность на практике изучить все тонкости профессии. Подробности в следующем материале выпуска. Для повышения надежности электроснабжения потребителей Черноморского побережья Кубани, а также увеличение пропускной способности железнодорожных магистралей в направлении портов Юга России, компанией Россити ФСК ЕС проводится большая работа по реконструкции линий электропередачи 220 кВт Киевская, Чекон и Тамань, Славинская. В ремонтных работах участвует и строит ряд ГЕФЕСТ, в состав которого вошли 10 старшекурсников Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова. Сейчас я на четвертом курсе, решил попробовать ощутить это на себе, как это вообще жизнь в профессии энергетика. И спасибо ФСК, что представила такую возможность. Мы ощутили, что такое не теория, а именно практика, как это именно в жизни, что такое, как крутить, как это все собирается, как нас научили этому всему. Нас 10 человек, мы собираем в день по одной опоре. Будущие энергетики задействованы в сборке металлоконструкции опор, установке фундаментов и подъеме опор ЛЭП. Для них это уникальная возможность попробовать себя в профессии. Как говорится, изнутри увидеть весь производственный процесс. Под присмотром опытных наставников, отработать полученные в университете знания на практике. Росети на протяжении 10 лет практикуют привлечение строительных отрядов для многих объектов строительства. Студенты, обладающие знаниями в данном строительстве, приобретают большой опыт работы в будущей профессии. Поэтому у них большая перспектива в дальнейшем получить рабочее место в филиалах нашей компании. Поддержка движения строительных отрядов для компании Росети ФСК ЕС – это вклад в будущее и эффективный инструмент формирования кадрового резерва. Начиная с 2010 года в рядах строит отрядов компании побывали более 3000 студентов из 38 высших и средних учебных заведений. Они отработали более чем на 100 энергообъектах, расположенных на территории от западных границ Российской Федерации до Дальнего Востока. Продолжение следует...